В эфире нашей телекомпании программа День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Как всегда, наши журналисты подготовили для зрителей телесюжеты и готовы рассказать о самых важных событиях Рязани. Краткий анонс сегодняшнего выпуска. Нарезали и оставили. Рязанские дорожники не торопятся с ремонтом проезжей части в региональном центре. Химическая катастрофа в Рязани. Работники полигона промышленных отходов сливают за его пределы мазутную жидкость, отравляя все живое вокруг. Рыбновский распил. В нашу редакцию обратились. Жители Рыбновой сообщили, что в их городе выпиливается 40-летняя березовая роща. В Рязань пришла весна и по дорогам потекли живописные реки. Что скрывается в рязанских лужах? Тут помощь знатоков не нужна. Ответ прекрасно знает каждый автомобилист города. Ямы и предсказуемые опасные залитые весенней водой. Что делать, если непроведенный своевременно ремонт дорог стал причиной ваших финансовых потерь? Выясняла Алена Куколева. В Рязани возобновились работы по ямочному ремонту дорог. Связано это с наступлением уже по-настоящему весенней погоды. Дорожным ремонтом занимаются ежедневно около 10 бригад. Администрация сообщает, что работы ведутся как днем, так и ночью. Тем не менее, водители продолжают калечить в ямах свои авто. Александр рассказывает свою историю, которая знакома сотням рязанских водителей. Ехал домой с работы. Вместо 20 минут дорога заняла несколько часов. Возвращался с работы. В районе 11 часов по проезду Яблочкова ехал. Попал в яму. Два колеса разлетелись, можно так сказать. Резина дорогая была, колеса оригинальные. И как бы наслышан то, что возмещают ущерб. Можно посудиться. Вызвал гаишников. Все там оформили. В очереди часа 4 просидел. Конечно, это очень тяжко, нудно. На ответственных за полутораметровую яму глубиной 22 см в развитом районе города Александр решил подавать в суд. Сразу после заключения независимой экспертизы. На следующий день сделали экспертизу независимую. Там насчитали порядка 160 тысяч ущерба. Чтобы выяснить, как действовать, когда случаются такие ДТП, связанные с ямами, водитель обратился к автоюристу. Ведь он и понаслышке знает все тонкости асфальтовой войны с юридической точки зрения. Александр обратился по причинению ущерба в результате попадания в яму. Исковое заявление. Цена иск у нас составляет 140 тысяч рублей. Так как у него автомобиль дорогой, БМВ, на него запасные части стоят достаточно дорого. Данное исковое заявление было подано у нас в феврале. Ждем заседания. По мнению юриста, ямы куда страшнее, чем кажутся. Потому что могут привести не только к распространенным повреждениям шин и дисков, но и к более серьезным последствиям. Автовладельцы могут попасть на такие неприятности, как повреждение бамперов, повреждение подвески и дорогостоящего рулевого механизма. Также, кроме того, могут быть последствия куда еще хуже, когда автовладелец, пробивая колесо, допустим, выезжает на полосу встречного движения. Стоит ли судиться в любом случае решать автовладельцу? При наличии правильно оформленных документов сотрудниками ГИБДД шансы выиграть дело стопроцентные. Подобные судебные дела обычно длятся от двух месяцев до полугода. За причиненный ущерб в результате попадания в яму в дорожном полотне несут ответственность органы администрации муниципального образования. При подготовке искового заявления в суд для взыскания ущерба потерпевшая сторона должна подготовить независимую экспертизу, обратиться к квалифицированному специалисту. Дальше расходы у нас на госпошлину, расходы на юриста, на доверенность, который в дальнейшем взыскивается по решению суда. При составлении документов уже на место происшествия необходимо быть внимательным. Здесь есть свои нюансы. Если вы попали в яму в дорожном полотне, необходимо в первую очередь вызвать сотрудников полиции, которые в дальнейшем должны составить схему места совершения административного правонарушения. В данной схеме проследите за тем, чтобы они указали размер ямы. То есть вот как у нас есть схема, где указана длина ямы, метр ширина, метр двадцать, глубина 17 сантиметров. В мэрии обещают уже к августу в Рязани отремонтировать 20 километров городских дорог. Еще один материал о дорогах специалисты Центра ОНФ, Народная экспертиза, выявили самые смертельно опасные участки на дорогах, лидирующие в 2015 году по количеству ДТП с погибшими и ранеными. На первом месте в этом списке находится участок дороги в деревне Зеленинские дворики Рязанской области, дорога М-5, 169-й километр. Здесь случилось 23 ДТП, в которых было ранено 28 человек и пятеро погибли. Второе место занял 174-й километр трассы М-5, где к ней примыкает съезд в город Рыбное Рязанской области. Тут зафиксировано 17 аварий, в которых погибло 3 человека и 30 получили ранения. На третьем месте находится участок дороги по адресу Южное шоссе, 36, Тольятти, 15 ДТП, 19 раненых и один погибший. Напомним, эксперты составили интерактивную карту жизни для всех регионов России. Химическая катастрофа в Рязани. Ролик с таким названием был снят жителями областного центра и выложен в интернет. Видеозапись демонстрировала, как работники полигона промышленных отходов сливают за его пределы мазутную жидкость, отравляя все живое вокруг. Возволнованные произошедшим рязанцы обратились в природоохранную прокуратуру для выяснения обстоятельств произошедшего. В результате факт нарушения правил утилизации промышленных отходов действительно был подтвержден. Сейчас размер ущерба нанесенной природе оценили. Он составил 29 миллионов рублей. Представители природоохранной прокуратуры Рязанской области после обращения граждан незамедлительно выехали на полигон промышленных отходов. Там они своими глазами увидели, как при помощи пожарных шлангов нефтесодержащую жидкость перекачивают за пределы полигона в лесной массив на территории одной из воинских частей региона. Этим противозаконным действием занималось предприятие по утилизации отходов под названием «Эколозащита». Его представители не смогли озвучить объективных причин, почему они это сделали. Правда, оказалось, что это не единственная проблема, которая была выявлена в ходе осмотра места происшествия. В ходе проведенной проверки установлено, что вот эта вся жидкость, которая перекачивалась, нефтесодержащая, была за пределами полигона. Общая площадь загрязнения составила 120 квадратных метров. А поскольку ограждения нету, границ никто не знает, то еще у нас получилось так, что соседний земельный участок, помимо вот этих вот нефтесодержащих отходов, загрязненных нефтепродуктами, еще и твердыми коммунальными отходами за мусорин. Ограждений на полигоне, конечно, пока еще не появилось, но над этим вопросом уже началась работа. Зато сейчас там уже установили пропускной режим, которого раньше не было вовсе. Управлением Росприроднадзора произведен расчет ущерба, причиненный объекту окружающей среды, почве, в размере более 29 миллионов рублей. Кроме того, сейчас по этому вопросу ведется расследование уголовного дела. После всего этого Управление Росприроднадзора предъявит претензию на добровольное возмещение ущерба и проведение работ по рекультивации нарушенных земель. Это колоссальный объем работ, потому что и площадь загрязнения, она не только 120 квадратных метров, 120 квадратных метров – это только загрязненная площадь нефтепродуктами, ну, нефтесодержащей жидкостью. А так-то общая площадь загрязненная, она больше, гораздо больше. Испорченную почву придется вывести, на ее место поместить новый грунт. Объем работы очень большой. Самое интересное, что этого можно было избежать – перелив мазутную жидкость в соседний резервуар. Ведь потенциал полигона рассчитан еще на долгие годы, и он имеет возможность вместить в себя еще много отходов. Вся эта ситуация, безусловно, отражается на экологии региона. Вот как рязанцы оценивают экологическую обстановку в регионе среди прочих субъектов России. Ну, я думаю, предпоследнее место по всем городам России. Паха экология. Это давно уже известно. Вода особенно. Мы из крана воду уже давно не пьем. Мы возим воду на сколодец в деревне. И промышленность, конечно. Ну, это самое первое, конечно, промышленность загрязненная идет. Порой ночью дышать нечем. Заводы сбрасывают воздух. Ни окно не открыть. В нашем городе достаточно вредных производств, неблагоустроенных и не адаптированных под такое количество выброса вредных веществ территорий. Скоро наступит лето, жаркий сезон. Но, как мы знаем, в этот период жители некоторых районов нашего города вновь начнут задыхаться от всевозможных испарений. И об этом мы еще обязательно расскажем. Жители города Рыбной обеспокоены сложившейся ситуацией. В нашу редакцию обратился местный житель и сообщил, что в городе выпиливается березовая роща. Ее несколько десятилетий назад высаживали сами горожане. И сегодня они вынуждены наблюдать за тем, как их труд уничтожается и отправляется на дрова. Роман Дворецков выяснял подробности. 40 лет назад в городе Рыбной ученики школы номер 3 посадили 106 берез вдоль дороги. Те ученики уже давно выпустились, а березы все стоят и радуют глаз местных жителей. Вернее, радовали до недавнего времени. Участок, на котором располагается березовая аллея, был продан. И хозяин, недолго думая, решил избавиться от насаждений. Все, когда увидели первоначально вырубку этих деревьев, были возмущены. Вырубалось это не в этом году, начали вырубать до аллеи. Но в этом году, в воскресенье, приезжают в воскресенье и начинают рубить уже аллеи. Приходит хозяин и говорит, что я выкупил эту землю. И приносит карту и говорит, а это аллея, я ничего не знаю, она моя. Что хочу, то и делаю. Я вырубаю. Местные жители встали на защиту аллеи. Они обращались и в экологическую службу, и к мэру города Рыбная. Михаил Панфилов, глава местной администрации, обещал жителям разрешить вопрос и предупреждать его о вырубке аллеи. Однако, несмотря на все запреты, вырубка продолжилась. Вчера обратились к мэру. Мэр сказал, приостановить любые вырубки, любые действия по этому участку аллеи, так как она имеет и экологическую роль, и историческую. Он приостановит. Но сегодня, после вчерашнего обращения, он сказал, если что-то будет, звоните ко мне, и мы будем останавливать. Мы опять же начали сегодня опять работать. Я узнал, мэр сказал, доложил, приехали сейчас полицейские, опять проверяют документы. Но хозяин опять участка говорит, я не знаю, я купил. И завтра будет продолжать дальше вырубать. 106 деревьев. Что будет на месте березовой аллеи, пока неизвестно. И местные жители никак не могут смириться с уничтожением экологической и исторической части города. Ведь в этой аллее можно сделать и детскую площадку, и построить дорогу к школе номер 3. Ученики которой когда-то сажали эти самые многострадальные березы. Не имеет смысла отрицать очевидные факты. Рязань сегодня в дефиците храмов, церквей и других религиозных строений обвинить нельзя. Их хватает в каждом районе города. А вот в некоторых отдаленных от регионального центра населенных пунктах, в шаговой доступности, аных, случается, не хватает. С такой ситуацией столкнулись жители поселка Новоселки. Но местные жители рук не отпустили. И, не дожидаясь чуда, взяли ситуацию под личный контроль. Этот новый храм в Новоселках Рязанского района единственный в области храм, посвященный покровителю Рязанской земли, святителю Василию Рязанскому. Строился он в течение 8 лет силами одной рязанской семьи. Сколько человек нужно, чтобы построить храм? Как доказали супруги Крючковы, достаточно двоих. Верующих, искренне увлеченных и желающих совершить богоугодное дело. Началось это очень давно, когда мы жили на Севере. И мы православные у нас в семье. И священник был, и мы православные с мужем люди. И мы мечтали, когда жили на Севере, мечтали построить дом, построить храм, сад, все посадить. И все это вот с Божьей помощью осуществляется, уже осуществилось. Слава Богу! Конечно, когда мы жили на Севере, там я и в аварии попадала, вертолет падал, но осталась жива. Вот так случилось, что Господь, наверное, вел меня вот таким путем, чтобы построить храм. Ну и вот, когда мы уже приехали сюда, я попала в больницу, была сложная операция. Врач, когда пришла, говорит, я еще за свою жизнь столько времени не оперировала. Я ей говорю, спасибо вам. Она говорит, вы верующий человек? Да, верующий. Это Бога благодарите, это Он вас спас. Ну, потом я уже детям говорю, что настало время Господа отблагодарить за все. На Воселках никогда не было храма. Тамара Тимофеевна, когда решение внутри семьи уже было принято, отправилась к митрополиту за благословением. Митрополит Павел тогда предупредил женщину о трудностях, с которыми она может столкнуться. Дело нелегкое – построить храм. Труд, финансовые вопросы, духовные искушения – все это Тамара Тимофеевна и ее супруга осознали и взялись за дело. Восемь лет, в течение которых было много всего. Не раз думали с мужем – все, сил больше нет. Не видели, куда и как идти дальше. Но сам Бог, по словам Тамары Тимофеевны, помогал. Подкидывал ответы на все вопросы. Помощь приходила иногда оттуда, откуда совсем не ждали. Почему Василий Рязанский? У нас был в 2005 году благочинный отец Владимир Братищев. Замечательный батюшка. И мы думали, думали, и он говорит, Тамара Тимофеевна, ведь Василий Рязанский – покровитель всей Рязани, всей области, и нигде нет ему храма. И мы решили его так построить. Но знаете, какой он помощник. Сколько было слез пролито, и я так думаю, это не мы построили храм, это Василий Рязанский. Господь Бог помогал. Тамара Тимофеевна сама не одно десятилетие проработала инженером и хорошо понимала специфику строительства. Но помогала все эти годы семья, люди и предприятия. Кто деньгами, кто делом. Строительство началось в сентябре 2007 года. За 8 лет трудами супругов и их детей храм из мечты превратился в реальность. 5 сентября минувшего года митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин совершил освящение храма в честь Василия, первого епископа Рязанского. Тамаре Тимофеевне вручили медаль Святой Блаженной Любови Рязанской второй степени. Сейчас храм издалека радует глаз, а супруги говорят, что их главный помощник и вдохновитель – Господь. Минтруд опубликовал праздничный календарь на май этого года. На сайте ведомства сообщается, что в последний весенний месяц россияне смогут отдохнуть в следующие дни. Один выходной день перенесся с субботы 2 января на вторник 3 мая. Так что официальные выходные с 30 апреля по 3 мая в течение 4 дней пройдут по случаю праздника Весны и Труда. И далее с 7 по 9 мая в течение 3 дней по случаю празднования Дня Победы. И на этом мы завершаем наш выпуск. Благодарим вас за внимание. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин